Всем хоккей! Это новая программа о великом клубе из великого города, играющего в лучшей хоккейной лиге мира. Теперь каждый понедельник мы вам будем рассказывать о торпедо, о тех, кто живет вместе с торпедо, работает с торпедой, просто болеет за наш хоккейный клуб. Смотрите сегодня. Это не совсем удачная неделя. Играл стыдно из-за своей игры, из-за игру команды. А кто на арене в этот момент переживал еще и за нефтехимик? Между собой поговорили и прижали хвост казанским барсам. На метро, выбирай. Вернулся в состав и уходить оттуда больше не хочет. Чей свитер самый популярный? Хотели бы вообще фамилию Варнаков в жизни носить? Думаю, да. И почему лучше, когда его не стираешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом и Тернберг склонили чашу весов на свою сторону. 2-1 к первому перерыву и один из 5,5 тысяч зрителей Дворца спорта всерьез задумался, а за кого болеть? Свободный до Нового года и даже чуть дальше. Звезда футбольной Волги просто разоткровенничался после первого периода. Самое главное, чтобы было побольше, я хочу, чтобы больше силовой борьбы было, если честно. Я тоже переживаю, несмотря на то, что дядька у меня за нефтехимик болеет. Он в Нижнекамске работает. Вот, мне нравится атмосфера. Эх, Леха, лучше бы ты этого не говорил, а твой дядька в Нижнекамске вообще бы не смотрел эту игру. Ведь как почувствовал Коукол и компания, которому помогли тот же Мамашев и Якупов. И на табло уже 2,4. Торпеда прочно обосновалась в средней зоне, но дальше было никак. Мы просто элементарно в зону не можем войти. Я думаю, что будем над этим работать больше и больше, чтобы элементарно просто у нас все и даже в зону не было. Мы два раза в зону вошли и два гола забили. А все остальные разы катались у себя в зоне. Так не пойдет. Надежду болельщикам подарил Алексей Васильев, но и она не спасла. 3,4 в пользу нефтехимиков. В общем, больше здесь нечего добавить. Мне редко такое чувство, да, потому что у нас команда рабочая, как бы, сейчас стараются выиграть. То есть сегодня, наверное, один из таких очень-оченьких случаев, когда прям стыдно и за свою игру, и за игру командующих, и за все. Так, конечно, нельзя играть. Хотя начали подготовиться к игре, я считаю, здорово. А потом непонятная какая-то, я даже не знаю, как назвать, просто бредятина. И просто из-за нее мы абсолютно проиграли всю игру, я считаю. Я не понимаю, почему большинство наших игроков сегодня не сыграло на своем уровне. Хоккеисты должны выходить на лед и показывать максимум своих возможностей, но многие сегодня этого не сделали. Свой следующий матч наша команда начинала при полупустых трибунах. Их хоккей тут совсем ни при чем. И все помнят, какая погода была в пятницу, и как большинство болельщиков вместо сидения на секторе весь первый период стояло в пробке на проспекте Гагарина. В общем, парни это почувствовали, и первую 20-ти минутку провели без забитых голов, подождав пока все соберутся ко второй. И вот когда все были готовы, бело-синее начали украшение татарстанских барсов. Макаров, Чернов и начинавший карьеру в Акбарсе Зайнулин расстроили гостей из Казани. А еще все хотели увидеть очередной матч на ноль Коваля, но Зариков решил по-другому. Впрочем, Виталий не расстроился. Победа, она и в Казани победа. Мы сыграли просто здорово. Позволили им создать не так много моментов. Самое главное, что мы играли самоотверженно, по заданию. Отдали полностью каждой из нас все силы, которые у нас были на сегодняшний день. С самого начала игры мы хорошо выполняли тренерскую установку, строго играли в обороне. Старались не терять шайбу в средней зоне, и, наверное, сыграл. Сегодня на льду была именно та команда, которую я хочу видеть в каждом матче. Мы требуем, чтобы каждый игрок, выходящий в свитере торпеда, отдавал всего себя игре. Против Казани все играли душой и сердцем. Никто не выпадал. Хочу отметить игру четвертого звена, которое принесло в игру много энергии. Что касается отсутствующего Волченкова, то он уже тренируется с командой, и мы надеемся, что Антон поможет нам еще до перерыва в чемпионате. Победную точку в этой игре поставил родившийся и выросший как игрок именно в Казани Руслан Зайнулин. После игры в раздевалке уставший, но нашедший временный разговор. Выиграли, это самое главное. Это раз. Во-вторых, что хорошо сегодня очень играли. Все 30 минут, все 60 минут. Не хотелось, конечно, реабилитироваться после той безобразной игры с Нижнекамском. Я не знаю, наверное, самые худшие. Хотя, в принципе, даже с Нижнекамском первые беруты играли неплохо. Но потом вообще я не знаю, что произошло. Поэтому, наверное, хотелось так. Поговорили все с ребятами, вышли и все 60 минут играли. На хорошем уровне, поэтому, наверное, заслужили победу. Я считаю, что выиграли по игре. Слушай, о чем разговаривали на собрании после прошлой игры? Знаю, что было собрание. Вот о чем принципиально говорили? О чем, где главные косяки были в прошлой игре? Да и сложно сказать. Это как бы наше командное дело. Ну, тренер, конечно, нас ругал. Но самое главное, что мы сами как бы собрались, поговорили. И самое главное, что это дало результат. Это Нижний Новгород. Всем хоккей. Именно для Михаила Тюляпкина игра с Акбарсом стала игрой возвращения в основной состав после перерыва. С зеленой командой Миша в 2007-м дошел до финала национального чемпионата, а в 2008-м выиграл континентальный кубок. Но для Тюляпкина Нижний Новгород не просто родной город, для хоккеиста особый. За торпеды играл и старший брат Денис, а отца вратаря горьковского торпеда Сергея Тюляпкина помнят многие автозаводские болельщики. Как он оценивает Тюляпкина младшего на льду? Что он говорит, что-то подсказывает, может быть, как-то? Или про хоккей с отцом вообще не разговариваете? Да нет, почему рассказывают? Мы общаемся, подсказывают, говорят. Но сейчас уже не так больно. Сейчас я чуть-чуть позрослел. И сам понимаю, где я не так делаю, где ошибаюсь, где правильно играю. Но так мелочи подсказывают. Прислушаюсь. Мы от всех обыгрывали дома, потом какая-то полоса наступила. Проиграли несколько игр и потеряли какую-то нить. И вот так получается. То выиграем, то проиграем. Сейчас надо подержать пару побед, я думаю. И встанет все на свои места. Есть какие-нибудь любимые места в Нижнем, когда приятно с семьей куда-то выйти? Где проводишь время вне игры? Потому что вот закончилась тренировка сейчас. И надо же чем-то сейчас занять, остаток дня, например. Закончилась тренировка, остаток дня, восстановление сил. А как же семья? Куда-нибудь походы, какие-нибудь развлечения? Досуг? Или Михаил Тюлеткин такой скромный человек, у которого только тренировка и восстановление? Нет. Ну, как бы после тренировки сон дневной обязательно. Потом, если погода нормальная, можем в парк сходить с семьей. Или просто на улице. Кстати, погода как тебе в последние дни? Вообще обалденная. На метро добирайся. На метро? На тренировке? Ну, вот пару раз ездил. Узнают в метро? Узнают в метро? Да, нет. То есть можно без черных очков ездить, без шапки? Да. На автобусах не пробовал от метро кататься? На дворца спорта? Займет время, я думаю, побольше. Пока. Когда вы играете, за несколько сезонов изменилось же отношение. Когда раньше проигрывала команда, резко так воспринимали. А сейчас, что называется, и в радости, и в горе поддерживают. Для игроков, для тебя. Что вот эта вот арена, когда она заполнена? Ну, да, это, не знаю, ну, как вот она заполнена, когда все вот, и мы играем, и трибуны поддерживают. Я не знаю, что такая атмосфера творится, что, ну, на льду как бы ты более сконцентрирована. Это игры, которые, допустим, я не играю, выходишь, просто мурашки бегут, когда там начинают поддерживать ребят. Пока главная нижегородская хоккейная дружина вела бои с командами из Татарстана и Башкирии, наша молодежь, а именно Чайка, провела не менее важный для турнирного значения на Востоке матча молодежный хоккейный лигер. В этот раз в гости к молодым автозаводцам приехали стальные лисы из Магнитогорска. И в первой игре оранжевая команда начала вести себя весьма негостеприимно, четыре раза поразив борота, впервые вышедшего в этом сезоне Андрея Маслакова. В первой игре нижегородцы ответили лишь двумя шайбами Степана Вырина и Романа Конькола. За этой игрой с трибун, кстати, наблюдал главный тренер российской молодежки. Какие выводы Михаил Варнаков сделал после этого поражения, неизвестно, а вот игроки Чайки их сделали точно. В первом периоде второго матча в розыгрыше большинства самым расторопным оказывается Артем Аляев, а победную точку во втором периоде ставит Илья Зеленко. Ответная шайба лицев уже ничего не решала. После этого последнего в 2012 году домашнего матча на Востоке МХЛ молодые нижегородцы занимают восьмое место, имея все шансы еще до нового года влететь вверх по турнирной таблице вплоть до четвертого места. Эту вещь каждый болельщик мечтает иметь в своем гардеробе. И нижегородский болельщик не исключение. Сначала майками, по привычке, как в футболе, их называли только девушки, но потом почему-то стали всем. А вот чья фамилия на спине – это вопрос личный. Какая у вас фамилия сзади на май? Варнаков. Покажите, я не верю. Так, а настоящая фамилия как ваша? Моя? Курачок. А почему же другая фамилия написана? Настоящую же пишут. Не знаю, мне нравится эта игра, как играет. Хотели бы вообще фамилию Варнаков в жизни носить? Думаю, да. Почему? Он знаменит в городе, все любят, кумир болельщиков, играет хорошо. Все, развернитесь, покажите нам вашу фамилию. Вот фамилия Варнаков, покажите. Че вы врете, у вас ничего там не написано. У всех фамилия, а у вас ничего не написано. А почему? Ну, потому что я за всю команду валяю. Окрак, я правильно сделал ударение, да? Это фамилия ваша? Нет, это мой ник. Так, а фамилия как ваша? Фамилия моя Афонин. А как папу зовут на самом деле? Жена не путается? Почему? Ну, Тюаренберг и настоящая фамилия. Нет, не путается. А настоящая фамилия как ваша? Владимирова. Почему же не написали? Ну, так это слишком еще долго, надо сходить язык. А что же я без майки буду ходить? Да, не главное. Так, еще кто? Слушайте, а вы когда-нибудь эту майку стираете вообще? Нет. Почему? Чтобы автографы не стерлись. Так, и сколько лет уже ходите в грязной майке на хоккей? Четыре. Так, жена ругается? Ругается. Ну, а эту домашнюю серию Игорь Торпеда завершала против одного из своих принципиальных соперников. У финский Салават Юлаев традиционно крепкий орешек, который раскалывать нашим ребятам пришлось 22 минуты. И лучше всех это получилось у Эллисона. Рандеву один на один с башкирским финном Тарке закончилось в пользу нижегородского канадца. Впрочем, потом шайба стала залетать только в наши ворота. Сначала от Ролинека, потом от Глухова и в завершении от Мирнова. Считаю, игра была равна, и моментов было очень много. Кажется, так все понятно, что соперник реализовал преимущество 5-4, а у нас было, по-моему, даже, может быть, больше, а мы не реализовали. А по игре я не думаю, что они играли лучше. У нас тоже было очень много моментов. Наверное, такие игры, конечно, тяжело. Очень обидно проигрывать. Когда вроде все делаешь, все играют, все стараются, а результат. Сегодня тоже выходили с боевым настроем. Играли. Все выгладывались на 100%. Может быть, где-то не повезло, потому что было очень много бросков, моментов. Но шайба не шла в их ворота. Поражения бывают разные. Если сравнить, например, игру, как мы проиграли в Нижнекамской, это просто было стыдно всем за игру в Нижнекамском доме. И сегодня все отдали все, что было. Но проиграли. Казалось бы, после Акбарса команда с таким настроем должна была выйти на игру. Может быть, нужно было так же жестко играть, как и Салават Юлаев сегодня? Нет, мы вышли сегодня с огромным настроем. Когда моменты были, понимаете, бить ради того, чтобы ударить, смысла нет. Только ты обрежешься, грубо говоря, понимаете, это уже тактический момент. А когда надо было играть жестко, мы играли жестко. Когда был момент ударить, никто не прокатывался. Так что, я считаю, именно по игре особо так ни в чем не уступили. Только вот уступили в реализации, конечно, большинства. И не смогли удержать вничество, грубо говоря. Думаю, вот это ключевые моменты, которые повлияли на игру. Мы столкнулись с очень хорошей, жесткой и организованной обороной, которую не смогли проломить. У нас были возможности, чтобы победить, но, к сожалению, свои шансы мы не использовали. После трех домашних игр к утру понедельника торпеда прочно обосновалась на восьмой строчке западной конференции. Соседи, они же прямые соперники. Лев, Северсталь, Слован и подбирающиеся снизу Атланд с Донбассом. Все рядом. После 30 игр у нас 43 очка. Впрочем, эти очки точно не последние. Кто-то скажет, что три очка – это не девять. И команда не показала того, чего от нее ждал болельщик. Однако команда показала характер и желание бороться. На этой неделе торпеда отправляется в Прагу и Санкт-Петербург. Туда же отправляемся и мы. И уверены, будет результат. Потому что это наша команда из нашего города. Уже в среду торпеда предстоит сразиться с пражским львом на его тип-спорт-арене в самом центре столицы Чехии. Этот клуб сейчас наш один из главных конкурентов за попадание в плей-офф. Нам на руку может сыграть то, что львы недавно вернулись из Сибирска дальневосточного турне. Однако последние матчи в Новокузнецке и Хабаровске чехи выиграли и находятся сейчас на подъеме, смотря на кажущуюся усталость. Однако есть и потери. Травм получил и ржановотный. И непонятно, сможет ли он сыграть против нижегородцев. Капитанец в матче с торпеда будет Стэна Хаара. А в пятницу наши парни дадут бой на Неве. У болельщиков до сих пор в памяти домашней победы нижегородцев над петербургскими армейцами. А они, кстати, жаждут реванша. Тем более под руководством нового тренера Юки Яланина. Знакомая фамилия? У него работы хватит. Особенно после разгрома от московского «Спартака» 6-1. В общем, нашим придется непросто. Но уж очень хочется сделать классный подарок Евгению Варламову, у которого в этот день будет день рождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ПО�� МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Л Filter ambitzers!" Вставай в свои позиции, нам есть чем гордиться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА